У противников идеи строительства храма есть много аргументов и доводов. Мне запомнился один, который я прочитал в фейсбуке, что место рядом с фонтаном в этом сквере облюбовала молодежь скейтера. И зачем у скейтеров забирать это место, чтобы строить храм? И вот мне хочется ответить на этот вопрос. Дело все в том, что году, наверное, в 88-м или 89-м, когда мне было 6-7 лет, я сам в первый раз прокатился на скейте. Тогда скейты были большая редкость, поэтому, когда я пришел домой, я записал в дневнике, что дядя мне сегодня дал покататься по тучью доску. Потому что я не мог вспомнить, как он называется, настолько слово было нетипичным. Ничего похожего на слово скейт я никогда не слышал, я его сразу же забыл. Поэтому у меня к скейтам особое отношение. Дело в том, что здесь противоречия никакого нет. Мне кажется, оно создано искусственно, никто у скейтеров ничего не забирает. И ставить все-таки на две чаши весов храм строительства и возможность скейтеров кататься в городе не совсем корректно. Если у нас появится храм, то он этих скейтеров просто просветит и осветит. Они будут также кататься на своих скейтах в том же самом парке. Рядом с храмом никто им ничего против не скажет. Но кататься они будут лучше. Потому что храм, он дает человеку ответы на базовые внутренние вопросы. А когда у тебя есть базовые внутренние ответы, ты лучше пишешь стихи, лучше преподаешь в школе, лучше едешь на скейте. Выше прыгаешь. И когда падаешь, меньше расстраиваешься. Лучше занимаешься спортом. Потому что спортсмен, который строит свою карьеру только на гордости, когда проигрывает, впадает в депрессию. И мы знаем многие примеры спортсменов, которые очень сложно переживали свои поражения. А когда спортсмен православный, тот же скейтер православный, у него есть главные ответы. Ну, упал ты. Значит, это какой-то педагогический урок Господа Бога. Значит, что-то нужно сделать вывод. И снова попытаться прыгнуть на своем скейте. Вот такие соображения.